Кто не пьет, не курит? Видал? И пьет, и курит. Так какой он там пьет и курит? Вот тоже, а ты говоришь. Если бы он пил, как мы с Колей пили, то шоб с него было. Не, не, а ты шо к нему мажешься? Я в аптеку заходил, я в эту аптеку. Да потому шо мы с ним выросли. Слушай, слушай, послушай, ты послушай. Я в аптеку. Суми природу, суми природу. Да, послушай. Она меня видит и говорит, Вигора уже нет мужчины. Вигорет, фвеси его выпили. Он тут был рядышком, представляешь? Да. А закусывали? Мы брали литру Вигора и две пластиночки гематогена. И когда все выпивали, одна пластиночка гематогена оставалась. Хорошо, хорошо. Или пол яблока оставалась. Подожди, подожди. Ну, це було. Чо було? Это было, ну. Пять лет назад. Так вот это Вигор так подсадил. Не, наоборот, наоборот. Наоборот, Вигор его. Так что-то... Вигор его не подсадил, глянь. Глянь. Так не, ну в своё день... Не, ну в своё день рождение... Краснее. Он знаешь какой был? Краснее. Ты бы его увидел в своё день рождение. Так, и винильник. Краснее, Серёныч. Краснее. Заранее говорю. Заранее, при свидетелях. Больше? На май месяц... Так. На май месяц... Я не буду... Стоп! Я не буду подчеркивать. Не надо. Ну? Чтоб куски лежали в два раза больше. Я их померяю, меньше, я не подхожу. Они как хотят. Не, земля усыхает. Земля усыхает. Ты же знаешь, я человек... Слово. Что? Все. Нет, все. Нет, все. Одна секунда. Смотри, сейчас, видишь. Добрый человек. Ушел, да? Не слышал когда. А потом только глаза открыл, и чувствую, что я вот был в провале. Вот действительно, я полностью отключен был. Был предан, как говорят, земле. Так оно и есть. Раз, и сразу всё понял. Где я и что я. Ну ты был под наркозом. Да, под наркозом. Да. А у нас... Я то хочу сказать, что интересно от это идёт. Что я чувствовал, что я провалил. Меня только земля принимала. Когда всё отключено, только земля принимала. Всё. Коля, ну... Ёб твою. Ну ладно. А я вам хочу сказать, что я с похмелья просыпаюсь так каждый понедельник. Каждый понедельник у меня так. А я с тобой была так, две голубядни, они были вот так. Одна. А размеры три. Ну, ну. Ну бросай. Да, сейчас, сейчас. Я хочу, да. И, ну и. Вот это я знаю. Вторая партия. Вторая партия пошла. Ну что нам, что нам Новый год, на день рождения не собраться. Конечно можно. Конечно можно. Ну что, ты, блин, Сабан твой наделал, а я теперь расхлёбуюсь. Да так всегда бывает. А как же? Надо же кому-то делать, а кому-то расхлёбываться. Ну бросай. Ну да. Алексей же пришёл, ехал бы сейчас. Поговорили. Он говорил за клуб. Давай тебе, Сергей Иванович, наверное. Я говорю, не, Витя, давай клуб держать. Держать. Пять человек пускай будет. А может тебя? Может тебя сделаем председателем? А? Не. А что? Тебя. Алексеевич, а тебя. Ну что, нормально. Не я судье. Зачем? Зачем? Не. Слушай меня. Позвучий пока камер. Не, не. Это как раз и нужно на камеру. Почему? Ну мне понравилось, как ты выступал. Это первое. Главное. А второе? Как Алексеевич выступал, мне тоже понравилось. Да, он вообще, он вообще что же с директором был? Да. Потом это самое. Он руководитель. Тоже мне нравится, как выступает. Ну а что? Нормальный клуб у нас. Да? Другие клубы я не слышал такого. Не надо это говорить. Коллективно. У нас нормальный коллектив. Ты думаешь? Ну конечно. Ох ты думаешь? Не, ну я же. Ну а что ты, блин, начинаешь унижать всех? Ты думаешь? Не, ну я просто думаю. Я думаю, может, а может, ты ненормальный. Черт его знает. Вы, наверное, на озере с тобой встретились. Ты мне враг был, как выражаются некоторые. А я подошел к тебе, посидел кусочек этого. Не, ну я же тебя позвал. Да я бы мог и не прийти. Да, мог бы, мог бы. Ну, мне что понравилось у тебя? Да. Отзычивость, внимание. Да? Ты разгоришь, знаешь, жену в гости. Да. Это уже хорошо. Это уже приличие. Это уже воспитанность. Да? Конечно. А сейчас такие сами, блядь, у тебя бабочки. Сергея Ивановича ты не обманешь. Что, да? Себя можешь обмануть. А меня... Да что ты не скажешь? Те голуби не поднимаются от тебя. Доброхожие не поднимаются. Коля, не трать нервы. Не порт нервы. Ну, с ним, блин... Он пожадничал, видишь? Давал сигарету пожадничал. То водка, то водка. Не портите его нервы, не тратите его нервы. Те, те, те самые, только крыло другое. Те самые. А зачем, а зачем крыло другое делать? Зачем делать крыло, если можно держать бабочку и ничего туда не мешать за этих добропроек? Зачем? Зачем? Вот это работа твоя. Работаю, работаю, вывожу. Так, а как же тогда мы, когда... Не кричи. А как же мы когда поехали? Куда вы поехали? Куда мы ездили? В Донецкую область. В Донецкую область. Ну? И все доничане, этот же, тоже говорил, что вага голубей нету. Председатель, председатель. Председатель. Да, по пять тысяч, по тысяч. Да, это не надо записывать сейчас. Почему? Не надо, это наш разговор. Ну, хорошо. Ну, шо, это... Ты выключил? Да. А? Да. Ну, опусти вниз. Внизу пузо, опусти. Ну, не обманывай, ты сам. Я не обманывай. Там себя ты обманывай. Короче говоря... Слюни тычуть. Короче говоря... Я врачу чаще, чтобы сочилась... Ай, ну, хорошо. Так что ты меня отвечаешь? А что, отвечаешь? Отвечаешь, что крестовидно отличается? А в небо они не поднимают. Предупреждал тебя сколько раз. Это я хочу, чтобы я не ходил. Добропольский? Ты не гоняй. Что ты на тысячу процентов... Что ты говоришь? Я сразу начинал. На меня. Я согласен. На тысячу процентов. Что на него, что на него. Он прав. Ну, то, что я... Коля, я как? Чуть-чуть попробую. То убрать, то и так из года в год. Опять попробую. Ну, что ты попробуешь? То убрать, то убрать. А ты помнишь, что ты говорил? На уровне седьмого этажа. Что ты там можешь определить? Да, ну, Коля, ну не говори. Ну, что? Ну, что ну? Не-не-не, он прав. И я тебе это шамое скажу. Я вижу, тонет он, да, на то... И многие-многие тебе... Что ты можешь определить? Не говори, Сергей Иванович. Тебе все так говорят. Ты сам говорил в одном из интервью, говорил, как перевалится за девятиэтажку. Вот уже все. Вот уже все. Ты знаешь, что твою голубку краснорябую поймали вот тут возле пушки зимой? Знаешь? Такое нет. А, вот. А я знаю. А что ты мне не сказал? Я уже узнал через три месяца. Ну, сказал бы мне. А что тебе сказал? Сказал, вот, Володя поймал... Не я ее поймал. Не я ее поймал. Ну, мне не надо. Я если... Коля, если... Сейчас, вот, я всем говорю сейчас. Если ты поймаешь, ты поймаешь или ты, я не приду забирать. Я приду, возьму бутылку к тебе, еще с собой выпьем. Ты же знаешь меня. Но дело не в этом. Он не пьет. Коля, он не пьет. Коля, смотри. Бананов возьму. Слушай, Коля, это не голубь, что за 200 метров не летит домой. Так ты же говоришь, что у тебя, блядь, пух. Пружина, стрелой вверх, петер держат. Так вот, откуп. Не, не, и очень умный, и очень умный. А что не бывает брак? А не бывает брак, а бывает же и брак. Давайте, давайте выйдем. Как должен голубь подниматься? А я тебе покажу все. О, как должен голубь подниматься? Я покажу тебе, я с вами говорю. Вот ты смеешься. Тебе мне улыбка не нравится. А ты смеешься. Ну, у каждого свой голос. У каждого свои монеты. Ну, будем. Не, ну, а как он должен подниматься? Сейчас расскажешь. Могила исправит. Палек, для большинства не нашел внимания. И покойного этого. Белые там красавицы. А Паша, оказывается, просил и просил белые. Ну, Федя говорит, вот я тебе дарю. Он говорит, я их не продаю, я не гоня. Я тебе даю. Да, понятно. Понимаю. Зачем надо отпаливать? Да уже они нафиг никому не нужны. Нужны. Ну, к тебе же криминяне приехали. Да при чем? Витя, мне звонят и говорят, вот этих продай, вот этих продай. И платят такие. Так а что ты не продал? И платят такие деньги, блин. Да ты что? Я говорю, я пока не... Я говорю, подниму несколько раз. Володя, говорю, засымит их. А потом будем разговаривать. Я же не буду по 100, по 200 гривен не продать. Что ж находятся такие неправильные, которые тебе такое говорят? Звонят. Не знаю. Ну, а что ты считаешь, что неправильные? Федя. Что ты считаешь? Ты не видел мою птицу совсем. А говори. Где я ее должен видеть? А, ну вот. Ну, с этого надо начать.